Сегодня, 19 апреля, в актном зале администрации состоялась 11-я сессия депутата муниципального образования Хасавертовского района 6-го созыва. В работе сессии принимали участие глава района Джамбла Шапиев Салау, депутат Народного собрания Республики Дагестан Багадур Аббасов, представители силовых структур. Вел сессию Марат Ахаев, председатель собрания депутатов. Уважаемые коллеги, приглашенные, сегодня у нас 11-я сессия собрания депутата муниципального района 6-го созыва. На повестке меня 8 вопросов. Сегодня в работе сессии принимает участь глава муниципального района Салау Джамбла Шапиевич, депутат Народного собрания Республики Дагестан Багадур Хадисович, начальник отдела МВТ России по Касавертовскому району Альбеков Астаник Арбумажидович и заместитель прокурора Касавертовского района Сулеймар Русубан Варварович. Зашу приветствовать. Из численностей 104 депутата на сегодняшнем собрании присутствует 96 и 8 отсутствуют по уважительной причине. Уважаемые коллеги, форум позволяет нам начать работу. Какие будут предложения? Поступило предложение начать работу. Кто за то, чтобы начать заседание собрания депутатов, прошу проголосовать. Впрочем, воздержался Елена Гласна. 11-ю сессию собрания депутатов муниципального района 6-го судового являя открытой. Так, уважаемые коллеги, на рассмотрение сессии продолжается проект повестки дня из 8 вопросов. Проект повестки дня и материалы к нему вам розданы. Какие будут предложения по поводу повестки дня? Поступило предложение в укрепление повестки дня. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы ответить повестку дня сессии, прошу проголосовать. Против. Поддержался. Поднимается. От деятельности отдела МВД Российской Федерации по Хасаево-Турскому району за 2016 год выступил Арслан Бек Алибеков, начальник данного отдела, который отчитался за истекший период. Он отметил как положительные стороны своей работы, так и недостатки. В 2016 году отделом проделан определенный объем работы по стабилизации оперативной обстановки, усилению защиты прав и интересов граждан. По целому ряду направлений достигнуты положительные результаты. Снижено количество баллитизма вдвое, умышленных убийств на 80%. Рассказывается на жизнь сотрудников правоохранительных органов, грабежей, поджогов, автораварий со смертельным исходом и так далее. Улучшено выявление преступлений по статьям мошенничества 159, вымогательства на 100%, по преступлениям экономической направленности, это 92 против 77. За 12 месяцев 2016 года улучшилась общая расстраиваемость преступлений. 86,6 в завершен год, аналогичный период прошлого года 81, по республике 81,7. Тяжких и особо тяжких преступлений 79,3, это почти на 2% улучшена работа, по республике 64. Также улучшилась расстраиваемость преступлений по изъятию огнестрельного оружия 86 против 80 прошлого года. Умышленных убийств на 100%, ну и так далее. В ходе проведенных оперативно-образных и профилактических предприятий обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия, склонены к добровольной сдаче 20 человек, обнаружено большое количество скромных блиндажей, о которых я сейчас здесь останавливаться не буду. По состоянию на 31,12,16 года уменьшился остаток нераскрытых преступлений на 33,7%. В том числе на 41,8% уменьшился остаток нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. И общая уголовная направленность на 34,5%. Вместе с этим остались нераскрытых 55 преступлений по линии НВФ-18. Краш 2, мошенничество, да, 163-е вымогательство 1, 222-я, статья 11, ну и так далее. Несмотря на принимаемые меры оперативной обстановки в целом в Хасоветском районе, она остается сложной. Как свидетельствуют результаты по итогам 2016 года, деятельности ОМВД продолжают иметь место в серьезные недостатки и упущениях. За 12 месяцев 2016 года незначительно уменьшилось количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. 96 против 111. Общая уголовная направленность 275 против 281. По итогам 2016 года на территории Хасоветского района на 4,9% увеличилось общее количество зарегистрированных преступлений. Зарегистрировано 405 преступлений против 386. Тяжких и особо тяжких ее видов 123 против 115. И общая уголовная направленность 313 против 309. Также ухудшилась расстраиваемость преступлений по нашим оперативным данным. Тоже здесь процент на несколько процентов. Раскрыто по оперативным данным 98 преступлений против 138. Рост преступлений произошел за счет активизации ОМВД по выявлению преступлений в части 158. У нас зарегистрировано на 27 случаев больше. Несовершено 2 преступления. Наблюдается ухудшение выявляемости преступлений по 222, это по изъятию оружия. 83 против 96. По статье 208, это на прошлом году было 26 случаев, аналогичный период 36. Недовлетворительно организована работа по раскрытию преступлений прошлых лет. В результате чего сотрудникам ОМВД раскрыто прошлых лет 6, аналогичный период 26. За прошедший год уничтожено членов НЛФ за целый год. Это один аналогичный период 13. Задержано членов НЛФ 2. 2, соответственно, прошлого года. Пособников 7, 16, это было в 15-м году. Восстановлено явки исповедные 3. Всего задержано разыскиваемых преступников 20. Отдел готов обеспечить охрану общественного порядка и готов к любому развитию ситуации. Вот ли вопрос докладчику? Желаю еще выступить. Есть пожелания, конечно, сегодня, в основном, он учитывается от депутатов. Мы перед активом нашего района, хочу сказать вам несколько слов о конечной ситуации. Вы сами прекрасно это все замечаете. Статистика, которая дал 5 цифр, Арсений Главович. Конечно, это огромное радио, то, что у нас было в прошлый год, и то, что мы имеем. Это, конечно, очень приятно. Очень приятно, самое главное, то, что наши жители, вся наша общественность, они спокойно сегодня живут, занимаются своим бизнесом, спокойно передвигаются. Это я говорю по сравнению с тем, что мы имели те прошлые годы. Даже вот на сегодняшний день у нас в районе объявлено еще двух районов, объявлено конкурическое мероприятие, которое мы с вами прекрасно все видим. И наше самое главное, конечно, действие наше, это, конечно, поддержка. Инициатива наша со всех сторон мы должны это поддержать. Это все делается во благо нас. Почему? Потому что нельзя было нашим гражданам заниматься своим делом, бизнесом. Сразу какие-то угрозы. Угрозы не только гражданам, конечно, угроза и сотрудникам, всего правоохранительного блока. Конечно, это результаты, показатели, конечно, еще раз говорю, всех силового ступпы. Это прокурорского реагирования надзора, сотрудников прокуратуры, это управление ПСБ, это следственного комитета, и, конечно, безусловно, это работников Министерства внутренних дел. Поэтому еще раз хочу поблагодарить и наших депутатов, попросить, чтобы поддержали. Отчет нашего начальника отдела. Поэтому спасибо, что вы все хорошо знаете, что в нашем учреждении дети из неблагополучных семей. Все они живут за чертой бедности. И все время нам приходится иметь дело с ПДН-щиками. Хочу сказать, что благодаря Арсланбеку Абдулможидевичу его работники по первому зову приходят. И любую ситуацию они уложивают. Вот недавно тоже двое детей убегали из неблагополучной семьи. Сразу же ПДН-щики пришли. Мы этих детей тоже нашли. Хочу сказать, что по любому вопросу Арсланбеку Абдулможидовичу идет на встречу. Большое, огромное ему спасибо. Я поддерживаю его доклад. И хочу пожелать ему всех благ, здоровья и счастья во всех его начинаниях и его работникам. По данному вопросу также выступил заместитель прокурора Хасаевского района Юсуп Сулейманов, который отметил некоторые недостатки. Это и оборот наркотиков, розыск граждан и другие, на которые следует обратить внимание дальнейшим. Я выслушал доклад начальника отдела. Я честно скажу вам, очень скромный доклад. Очень скромный доклад. Я хотел бы просто добавить и остановиться на тех незначительных недостатках, которые имеются в работе отдела внутренних дел, которые выявляются прокуратурой и совместно с сотрудниками органов внутренних дел устраняются по ходу в рабочем порядке в ходе совместной работы. Прежде всего хотел бы отметить, что приоритетом и отдела внутренних дел и прокуратуры является профилактика преступлений. Вдумайтесь сами, 42 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков это выявлено сотрудниками правоохранительных органов и советовского района. Мало ли это много. Если посмотреть на контингент лиц, которые попадаются с этим наркотиком, ситуация очень тревожная. Основными потребителями наркотических средств является молодежь. И это возраст этой молодежи значит все ниже и ниже, то есть молодеет этот возраст. Скоро, если всерьез не заняться проблемой профилактики наркотиков, незаконного распространения наркотиков, это может перейти и на несовершеннолетних. Поэтому хотел бы глав местных администраций, депутатов сельского и сельского собрания обратить на эту проблему внимание. Отделом внутренних дел в 2016 году выявлено 82 случаи незаконного оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Вдумайтесь сами, если своевременно не были приняты меры по выявлению обнаружения изъятия этих оборотов, где-то она непременно выстрелила. Хочется дать данное уважение отметить вот этот позитивный момент. Только в 2016 году отделом внутренних дел объявлено международный розыск 72 жителя Пасавюртовского района. Международный розыск. За границей задержано и доставлено Пасавюртовский район преданным суду в прошлом году 4 лица которые находились в международном розыске воевали в Сирии и их возвращение не прибавило спокойствия в наш район. 72 это огромная работа поверьте. Только в 2016 году в суд направлено расследовано значит выявлено поставлено на учет расследовано и направлено в суд 12 уголовных дел террористической направленности. Это очень сложные уголовные дела которые расследовались следователями отдела МВД по Хозелковским району. Это те моменты на которые начальник отдела внутренних дел в силу может быть ограничение времени я сказал еще очень скромные доклады но эти моменты на которые значит на которых не стал акцентировать внимания начальник но это работа проделанная отделом внутренних дел это огромная работа профилактика преступления прежде всего преступления террористической экстремистской направленности незаконного оброта находников оружия является приоритетной деятельностью отдела внутренних дел но эти результаты достигаются результаты совместных усилий и органов прокуратуры и отдела внутренних дел А положение о пенсии за вузлугой лет лицам замещающих должность муниципальной службы, муниципальной образовании Хосеевила Центре район выступил управляющий делами администрации Мусим Алисултанов. Администрация муниципального образования в сельский район, муниципальное рассмотрение на 11 сессии 6-го собрания депутатов муниципального района, по поводу утверждения положения в Киевском районе, с лицом замещающим данным муниципальной службой муниципального образования в сельский район. Данный вопрос выносится на рассмотрение в соответствии с федеральным законом 2 марта 2009 года за номером 25 о муниципальном службе Российской Федерации, статью 7 федерального закона от 15 декабря 2001 года за номером 166 о государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации, федеральным законом от 23 марта 2016 года за номером 143 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан. Закон Республики Дагестан от 11 октября 2010 года за номером 55 о пенсии за досугу лет лицом замещающим должности государственной гражданской службы Республики Дагестан и Закон Республики Дагестан от 5 декабря 2016 года за номером 69 о внесении изменений в закон Республики Дагестан о пенсии за досугу лет лицом замещающим должности государственной гражданской службы Республики Дагестан. Согласно проекту положения с 2017 года для тех, кто состоит на муниципальной службе, он будет прибавляться по полгода, пока не достигнет планки 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Это произойдет соответственно в 2026 и 2032 годах для женщин, то есть в 2017 году возраст получения пенсии в муниципальных случаях для женщин составляет 55,5 года, для мужчин 60,5 года, то есть по 6 месяцев каждый год здесь добавляется. В 2018 году для женщин соответственно 56, для мужчин 61 год и так далее. В 2016 год был последний, когда муниципальные службы уходили на пенсию как все 55 женщин и 60 лет мужчин. Стаж муниципальной службы, необходимый для получения муниципальной пенсии в 2016 году, составлял не менее 15 лет. При этом для того, чтобы иметь право на пенсию муниципальной службы, должен уходить на заслуженный отдых с муниципальной службы, проработав и увольнение непряженно не менее 12 лет. По новым правилам минимальный стаж будет составлять 20 лет. При увольнении эти 5 лет будут также по полгода в год. В 2017 году минимальный стаж для пенсии будет 15,5 года, в 2018 году соответственно 16 лет. Установленный предел 20 лет будет достигнут в 2026 году. Выносимое на рассмотрение положение состоит из 11 статей, с которых вы уже ознакомлены. Согласно предоставленным вам проектом, устанавливают основные возникновения права на пенсию за выступы лицам, замещающим должность муниципальной службы, муниципальное образование, Советское районное, определяют условия ее назначения. С учетом вышеизложенного прошу вас признать утратившим силу решения собрания депутатов муниципального района 29 марта 2011 года за номером 4, 5 созыва собрания депутатов, положение пенсии за услугу лет, лицам, замещающим должность муниципальной службы, муниципальное образование, Советское районное, у меня все, Шарф Митланович. Профессор Алибек Аджиев, урождение селения Хамавюрт, умер недавно. Учитывая большие заслуги этого выдающегося человека, инициативная группа обратилась в администрацию района о присвоении его имени Хамавюртовской средней школе. Депутаты муниципального района в связи с обращением жителей села Хамавюрт и коллектива муниципального казерного образовательного учреждения Хамавюртовской средней школы и характеристом управления образованием администрации муниципального образования Советского района администрация муниципального района внесла на рассмотрение одиннадцатой сессии шестого созыва собраний депутатов вопрос об увековечении памяти Аджиева Алибека Муцелканыча и присвоение его имени муниципальному казерному образовательному учреждению Хамавюртовской средней образовательной школы. Уважаемые депутаты муниципального района, позвольте ознакомить вас с трудовой деятельностью и достижениями Алибека Мусулкановича. Аджиев Алибек Мусулканович родился с 22 февраля 1936 года в северкома Южко-Савельского района. Является доктором сельскохозяйственных наук профессор. В 1960 году окончил агрономический факультет, доставил и стал работать главным агрономом, а затем председателем колхоза «Красный партизан». В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию в Московской сельскохозяйственной академии имени Тимиряйцева. В 1965-1967 годах директор совхоза Родина Хасовецкого района за успехи в развитии садоводства в 1966 году был награжден орденом «Знак почета» член Даговкома КПСС в 1968 по 1974 годах. В 1967 году избран вторым секретарем, а в 1968 году первым секретарем Касаютовского РК КПСС. Профессор Алипет Муцулканович Аджиев избирался депутатом Верховного Совета ДАССР с 1970 по 1974 годах. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1971 году, орденом Октябрьской революции в 1973 году. С конца 1973 по 1996 годах заведующий кафедрой виноградарства, технологии хранения и разработки сельскохозяйственных продуктов ДСХИ. В 1979 году защитил докторскую диссертацию в Кишиневе. В 1982 году присвоено звание профессор. В 1982 году присвоено звание заслуженной деятельной науки ДАССР. А в 1998 году заслуженной деятельной науки Российской Федерации. В 1986 году включен в энциклопедию виноградарства «Трех томах. Молдавская советская энциклопедия». В 1992 году был избран президентом Республиканской общественно-экономической ассоциации «Возрождение». Валатировался член Совета Федерации. В 1993 году депутатом Государственной Думы Российской Федерации. С 1996 года генеральный директор Дагестанского научно-исследовательского проектно-технологического института виноградарства, сотоводства и милирации «Агроэкопроект». В декабре 1998 года Аджиев Алибик Муцелханович избран действительным членом Международной Академии виноградарства и надели. В 2000 году он возглавил союз виноградарий и сотоводство Дагестана. Избран членом Совета Старейшин при Госсовете Республики Дагестан в 1998 году. Председатель Общества Дружбы и Сотрудничества Дагестан Чечня с 2000 года. Председатель Совета Старейшин в Комиссии национального совета. В 2009 году зачислен в энциклопедию виноградарства России. Имеет более 400 научных работ, 15 монографий и 5 авторских свидетельств на изобретение. Аджиев Алибик Муцелханович ушел из жизни 11 февраля 2017 года. Какие будут вопросы? Уважаемые коллеги, конечно, Алибик Муцелханович, Аджиев это легендарная личность, это яркая личность нашего района. Конечно, это личность и в Российской Федерации, и в СССР, и в наши времена, и в Республике Дагестан. Он был и депутатом Верховного Совета, он и профессор, он и доктор наук, он и был главой нашего района. Но раньше это называлось как первая секретарь. Поэтому и спасибо, конечно, таким людям, таким ярким личным, что мы сегодня можем и сами России, и нашим молодежь обучать. И сегодня нам с вами предстоит, и мы хотим назвать школу, именно Хаммельковскую школу, в честь Алибик Муцелхановича. Также мы дали поручение сельскому собранию, Хаммельковскому сельскому собранию, чтобы назвать центральную улицу. И сейчас предложение о своем решении будет к нам, и центральную улицу тоже мы назовем часть этого яркого и недавнего личности. Ну, это такая семья. На сегодняшний день и сын, Алибик Муцелханович, работает прокурором Кунтар-Клинского района. Ну, я еще раз повторяю, на таких личностях, на таких ярких людях, конечно, мы и воспитываемся, и молодежь свою призываем. Спасибо. По вопросу предложения, поступило предложение о принятии решения по данному вопросу, вставлено голосование, кто за то, чтобы принять решение по данному вопросу, прошел проголосовать. Против. Поддержался решение принято и нагласно. По следующим трем вопросам об исполнении бюджета муниципального образования Хасавертовский район за 2016 год, о внесении изменений в решение собрания от 28 декабря 2016 года, о передаче средств районного бюджета бюджетам сельских поселений на проведение работ по разграничению земель муниципального значения, выступил Буша Алимагомаев, начальник финансового управления. Представляем на ваше рассмотрение отчет об исполнении бюджета муниципального района по доходным расходам за 2016 год, исполненный в соответствии бюджетного кодекса Российской Федерации. Уточерный бюджет района принят и собрание депутатов на 2016 год по доходам исполнен на 98,7%. При готовом плане 1,255 млрд. фактически поступило и расходом было 1,831 млрд. рублей. Уточерный план в основном вошли поступления из республиканского бюджета для выполнения приоритетных федеральных и республиканцев целевых программ, в том числе субвенция на проведение всероссийской средскохозяйственной переписи в 2016 году в сумме 2,6 млн. рублей, субвенция надежной поощрения лучшему учителю 210,8 млрд. рублей на проведение отложенных аварийно-восстановительных работ в жилом доме Муцалуле, поврежденную при посещении террористического акта, правоверным действием 1 марта 2012 года в сумме 434,4 млрд. рублей. Грант муниципальному району в сумме 1,181 млн. рублей. Субсидиально соферентирован объектом капитального строительства, это Петераковская школа, в сумме 42,90 млн. рублей. Расходная часть уточного бюджета в 2016 год в целом освоена на 93%. При годовом плане 1,9 млрд. 1,936 млрд. фактически освоено 1,8 млрд. рублей. По расходной части бюджета на невыполнение отразилось и своевременное поступление средств из республиканского бюджета за ноябрь 2016 года. Это те прекрасно помните, кто связан с бюджетом финансами, это была дотация ноябрь-декабрь. Кто отступил в определенное предложение принять решение вопроса, кто зато что принять решение по данному вопросу, прошу проголосовать. Против. Зачем нет решения, принято я иногласно. По следующему вопросу о внесении изменений в решении собрания депутатов муниципального района Касовский район по бюджету муниципального образования Касовский район на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Также слово предоставляется. Уважаемые депутаты, предоставляем на ваше рассмотрение проект решения о внесении изменений в решении собрания депутатов муниципального района 28 декабря 2016 года номер 8. Уточненный план проект решения о внесении изменений в решении собрания депутатов 28 декабря 2016 года на 17 и плановый период 2018-2019 годы. В основном вошли направленные свободные остатки бюджетных средств, образовавшихся на 1 января 2017 года, на дополнительные расходы по бюджетным учреждениям муниципального образования в сумме 98,5 млн. рублей. Также в бюджет внесли мы по настоянию и рекомендации главы муниципального района Джамблата Шапиевича конкретизировали расходы на проведение праздничных мероприятий 9 мая. Включен план по обеспечению разового питания учащихся первых и четвертых классов на сумму 1,9 млн. рублей. Это в соответствии с правком Минобразования Республики Дагестан. Включены дополнительные приложения и внесены изменения статьи в соответствии с бюджетным кодексом, в том числе приложения номер 2 и 3 на плановый период 2018-2019 года, в которых установлены условные расходы на плановый период. Дополнительно выносим на ваше рассмотрение решение о передаче средств районного бюджета, бюджетных сельских поселений на проведение работ по развернению земель муниципального значения в виде субъекций, которые будут направлены в бюджетных сельских поселений на выполнение первых полномочий. Это делается в целях сокращения сроков проведения торгов и компетизации расходов. Компетизации расходов и праздрачность использования бюджетных средств. Мы будем комплектно знать, кому, сколько отдали и на что. И, соответственно, поскольку это средства субъекция, будем обеспечивать контроль за целью использования этих средств. У меня все. Вопросы докладчик есть? Нет. Продолжение по данному вопросу? Нет. Поступило предложение о принятии решения по данному вопросу. Кто за то, что принят решение по данному вопросу? Против? Нет. Решение принятия на гласном. Ну и то, что касается это разграничения земель, ну, даю информацию, то, что, конечно, в этом вопросе 30% обязаны, конечно, мы райбюджет исполнять, а 70% исполняет, конечно, республика. Это в лице Министерства имущественного отношения. И постоянно это вопрос на контроле главы республики. И постоянно, конечно, мы получаем. Мы, конечно, свою работу исполнили еще 3-4 года назад. Об исполнении плана социально-экономического развития муниципального района за 2016 год выступил Олимпаша Казаков, начальник управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства. Все намеченные планы и задания на 2016 год по всем социально-экономическим показателям выполнены по многим позициям перевыполнены. Объем налогов и налогов доходов за 2016 год составил в 2016 году 110,6% против 103,9% в 2015 году. Также план по снижению формальной занятий с населением в 2016 году выполнен на 119%. При плане задания 2998 человек поставлено на учет 3569 человек. За 2016 год выполнение плана актуализации замены участков составил в 107,4% по объектам капитального строительства 120,4%. Удельный вес лиц, ставших единый государственный экзамен, а числа выпускников муниципальных учреждений, участвующих в едином государственном экзамене, составил 81% против 73,1% в 2015 году. Число новых созданных рабочих мест за отчетный период составило 624 мест, выполнение составило 124,3%. Вопросы к доставщику есть? Есть. Вопросы нет, но еще раз хочу дать информацию. Он говорит полностью о нашем социально-экономическом блоке. Прекрасно все знаете, мы уже разусловно обсуждаем эти вопросы за 2016 год. Конечно, плановые показатели мы перевыполнили, уважаемые коллеги. И то, что основные вопросы, они ставятся по нашим этим индикаторам, то, что касается неформальной занятости. Мы в республике первые, там, по 12%, мы еще до 1 апреля исполнили в прошлом году эту задачу. Конечно, что касается, вот основное внимание уделяет актуализации земельного участка и объекта капитального средства. Там тоже у нас по ОБИН, где 107, где 120, тоже мы перевыполнили, хотя это самая трудная, самая тяжелая работа была. Для нас, что налоговая наша, конечно, касается, там у нас 9 графов, там тоже везде у нас перевыполнение, там более 111 процентов. Конечно, мы еще могли еще добавить там. У нас было в 2015 году 103 процента, в 2016 году, в 2016 году у нас 112 процентов. Но мы оставили на 1 квартал этого года более-менее такие запасы, потому что вот даже сегодня, вчера, вот, например, мы в авторе обсуждали, квартальные наши отчетки, там уже у нас идет за 1 квартал, конечно, 124 процента перевыполнения, уже за 1 квартал 2017 года. И, конечно, в любом случае, мы в республике, конечно, одни из лидеров. И то, что касается не просто вот налоговой базы, то, что касается, я причем дам такую информацию, это наша с вами вместе совместная работа. И многие депутаты, может быть, они как-то отвлеклись от основной такой работы, у кого-то есть бизнес-код, кто-то командировка. Причем, потому что они не постоянные наши работники, поэтому хочу, чтобы они везде знали эти наши цифры, любой беседы с гражданами, с вопросами подходит. Вот поэтому я даю такую информацию. И то, что касается общей нашей работы, имейте в виду, уже вот который год мы, то, что касается линии спорта по республике Тагестан, мы первое место получаем. То, что касается по линии культуры, тоже первое место. А так как и республика у нас аграрная, и район у нас искрозвестный, там, конечно, мы эти позиции никому не отдаем, то, что даже недавно землянный форум был в Картакском районе, за вопрос по итогам прошлого года и глава республики подчеркнул, и всех нас поздравил, и поблагодарил за такую совместную работу. Это, конечно, мы в этой отрасли, в районной республике, в нашем районе, с хозяйством, тоже мы на первом месте. Уважаемые коллеги, какие будут предложения? Ставлю на голосование, кто за то, что принес решение по данному вопросу, прошу проголосовать. Против. О положении, о порядке списания муниципального имущества, находящейся в собственнице муниципального образования Хасаевский район, выступила Ильмухан Беймурзаева, начальник отдела имущественных отношений. Положение о списании муниципального имущества, находящегося в собственнице муниципального образования Хасаевский район, разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 года, номер 131, общий принцип организации местного собрания Российской Федерации, федеральным законом о некоммерческих организациях, федеральным законом об углавственном учете, приказом Венфина РФ о вытверждении методических указаний по вкладке с учетом основных средств и уставом муниципального образования Хасаевский район, также решением собрания депутатов Хасаевский район от 26 октября 2007 года о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Хасаевский район. Положение определяет порядок списания движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Хасаевский район. Действие в настоящее положение распространяется на объекты муниципального имущества, находящиеся как в хозяйственном, в оперативном управлении, так и на закрепленном, находящемся в муниципальной казне. Данное положение необходимо нам, чтобы мы могли сейчас организовать списание имущества. В течение стольких лет у нас не было. И получилось, что в балансе очень многое имущество уже неиспользуемо, выше, чем использование. Уважаемые, какие будут вопросы? Проглажение? Проглажение? Проглазу, что нет решения по данному вопросу. Кто за то, что нет решения по данному вопросу, прошу проголосовать. Против? Сознависим? Нет решения, принято не наглазать. Кто предоставляется главным муниципальным образованием? Слава Богу, Маша Борисовича. В течение дня был вопрос, конечно, отчет начальника отдела, нестязывая отдел по нашему району. Остальные вопросы, они наши текущие вопросы, которые мы ежедневно, наша работа, которые мы постоянно отслеживали, все сидели, изменения, дополнения. Конечно, хочу всех поблагодарить за активное участие в депутатской корпусе, консерданской, в депутатской прокуратуре. Наборожное спасибо. За достигнутые успехи в социально-экономическом развитии района, глава района Джамбла Шапевич Салау награжден орденом за заслуги перед республикой. От имени депутатского корпуса главу поздравила Майя Салаватова. На днях глава муниципального образования по Салаватовскому району Джамбла Шапевич получил награду за заслуги перед республикой. От имени всех сидящих тут поздравляю Джамбла Шапевича с высокой наградой. Хочу, чтобы эта награда была первой, хотя у вас их много, чтобы эти награды столкратно еще повторялись и чтобы мы вместе с вами занимали только первые места в республике. Спасибо. Еще раз хочу сказать, награды, конечно, совместные наши работы, это качество нашей работы, это результаты нашей работы. Всем еще раз огромное спасибо. И глава республики подчеркнул, что это ваша общая заслуга. После этого Марат Шахсултанович поблагодарил депутатов за плодотворную работу и сессия завершила свою работу.